Священники не знают. Я говорю, он с этим Духа Христова не имеет. А священники все имеют? Вы уверены, что патриарх имеют? Или все патриархи уверены, что они Духа Святого имеют? Определитель какой-то есть или нет? Я причащаюсь? Нет, это можно узнать. Но если на мне Дух Святой, то Духа Христова не имеет. Это трагедия. Я говорю, что из всех святых, какие в России были, слова Серафима Старовского о смысле жизни. Мы пойдем, покажем мусульманам. Пошли? Пойдем мы. Мы тоже хотим показать мусульманам. Не опоздали еще. Там же 6, нет, там с 5. Там в конце же служба где-то. В конце службы, но она уже закончилась. Уже 8, конечно, уже без 20. Думайте. Все, это же простая служба там. Уже, я же ордишко делаю. Он сказал, стяжание Духа Святого. Высший смысл всего. А когда начинаешь разъяснять, даже священники, ну ты повторял это, да, повторял. А что это означает? Совершенно не может объяснить. Я говорю, ты объясни сначала святой. А Серафим Саровский не мог объяснить. Серафим Саровский не мог объяснить. Ага. Говорит, ну как, что это такое? Ну он вот начал молиться и поднялся на локоть. И все стало белым. И вот все во свете. Что ощущаешь? Да радость, и хорошо. Вот это и есть, говорит. Я говорю, а хотят без уверенности к этому. Намаз совершается сколько? Пять раз в день. Все, все. Я помню, в советское время наши приехали, ну она замуж там вышла за какого-то узбека, и говорит, едем, вдруг автобус остановился. Я сижу минуту вторая, я говорю, еще остановился. Она говорит, а ты глянь за окном. А шофер вылез, расстелил ковик, встал и молится. Почему? Ему время намаза. Да это ни в жизнь, ни один священник не постигнет. Ему никогда это не сделают. А судить его молитву я не имею права, потому что он уже перед Богом стоит. Он уже не подсудит. Человек на молитве земным властям не принадлежит. Как у Семена Столбник. Ухватился за стол, пришел, его власти не могут взять. Он когда оторвет со столба, или за рога жертвенника, говорит, не убивали. Ну, Соломон и там его достиг. Нашел. Так и здесь. Пять раз в день я переписываюсь с мусульманкой в Мейл.ру. Она непростая мусульманка. Она преподаватель в университете теологии. Сколько же она знает? Ее знания непростые. Она четыре языка свободно владеет. Далее. Она меня постоянно спрашивает, учитель или отец Игнатий, скажите, а как вот это? А какое участие должны отцы принимать в воспитании? А я говорю, она завтра на урок все выносит. Со своими студентами ходит в Жевский православный монастырь. Мы, говорит, молимся по псалтыре. Я говорю, и как эти шейхи? Они, говорит, несколько раз меня уже запрещали. Я, говорит, видела во сне, меня Валентийной звать. Я говорю, так приедешь и покрестишься. И она все спрашивает о молитве. Православный меня ни один не спрашивает. Она, сколько вы поклонов даете Богу? Выражение какое. Понимаешь, у нас это тоже есть. Так, в другом плане. Во сколько встаете? Ночные молитвы? Когда? Сколько раз? О чем просите? Ее очень интересует. Она молится. И у нее доступ к Богу, может быть, больше, чем у того, кто думает, что имеет. Почему? Все-таки это что-то значит. У нас дисциплины никакой. Даже вообще такого слова нет. Любой приходит. А кто это говорит? Патриарх Кирилл. Мне не надо выбирать никого. Вот он горнулся с Дальнего Востока, и ответ газеты печатает. Патриарх Кирилл сказал, «Состояние церкви-духовные развалины». Я распаривать ее не могу. Я только добавил к этому. А патриарху показали не худшее. Он не был там, где мы бываем. Там пепелище, там никаких развалин нет. Там дымящиеся угля с Венцима. И это все православное. И он далее призывает. Вот вы, вот священник говорит, вы крестите. Кого вы крестите? Вы не знаете. Кого венчаете? Не знаете. Вот мы сейчас были к одному священник. Он говорит, ну я венчаю. Спрашиваю, любите друг друга? Любим. Повенчал, через три месяца приходит уже другой. Повенчайте, батюшка. Стой, развелись. Да как так? Я, Иван Суворович, пришел, говорит, вот такие, говорит, пачки две, лежат на столе у архивея. Бракоразводные процессы. Да нет такого таинства на развод. Это все венчание. А то и венчание там не бывает даже. А что делать? Я, говорит, решил не венчать. Как совсем? Совсем. Пока я не узнаю, пока это не будет, действительно прихожане. С улицы любой заходит. И потом венчания-то нету. Венчания вообще нет никакого. Венцы держат над головами, сзади идут. Над невестой там женщина какая держит, а здесь мужчина. На голову вообще. Венчина голова у венчат. А чтобы держать и считать увенчанным, такого в мировой практике никогда не было. Венок опускается на голову. Это Златоуз. Это все святые говорят. Златоуз говорит, вы мне сплели похвальный венок больше моей головы. Он опустился до плеч, и голова осталась неувенчанная. То есть венчания нету. Я батюшке Асойке ему сказал, сколько таинств. Ну, он говорит, сколько таинств, он знает. А какое не нарушается, все нарушаются. Притом умышленно и ежедневно. А какое больше всех нарушается, он не мог ответить. И семей таинств, какое-то постоянно, злостно нарушается. А оно тянет все остальные. Понимаешь, эти вопросы, их просто необходимо сегодня говорить. И когда люди стараются обойти этот углы, ну, как кому нравится, это плацдарм для того, чтобы оказаться в адух. Мы один раз решительно должны проскрести себя. Патриарх говорит прихожанам, вы подходите к батюшкам, попроситесь к нему на чашку чая. Вот к тебе приходят один прихожане, другой. Сближайтесь со священниками. Я им говорил, а они к вам не идут. Ну, народ, начинайте двигаться обратно. Это патриарх Кирилл говорит. И считать, что патриарх Кирилл не понимает обстановку, я думаю, наивно. Он говорит, я посылаю монаха на север. Может, слышали? А он монах не отвечает. Там кислороду мало. А он сурово так говорит. Да какой тебе кислород? Ты же монах, ты приготовился умирать. Какой тебе кислород? Это ответ. И посмотри, те, которые посылают миссионерами, мормоны, другие, на любой остров, он не имеет. Он пришел, он и говорит. В 18 лет, заходишь в школу, там, в институте учуешься. Решил жениться. Ну, одесс. На два года мне на миссионерскую работу на острова Фарельские. Все. Два года. И там будет видно. Ни один не женится, пока два года миссионеры мне отработают. У нас вообще никаких правил нет. Ты никого не знаешь, они тебе. Ну, бабушки некоторые. Правила. Что, вот я имею опыт в этом, где бываю, и начинаю говорить. В каждой библиотеке это беседование идет. И спрашивают, как принимают? Отвечают. По-разному, но провожают везде одинаково. В течение 20 минут совершенно по-другому. Вот она придет, даже не надо, это не считает. Я знаю своих считателей. А дальше, давайте документы, я подпишу сейчас. И дальше начинаем разговаривать, улыбается, выходит, фотографируется директор. Притом, это все заснято. Легко смотреть. Какая причина? Я нахожу только одна. Мы без хитрости получили, без лукавства отдаем, и Господь касается Духом Святым. Это человеку невозможно. Я когда батюшки спрашиваю, вот вы говорите, не хватает решимости, Серафима Саровского. Ну, какая решимость? Я службу веду, сейчас у одного были. Ну, хороший батюшка, прям не могу сказать какой. Я говорю, вот смотрите, вот человек, и у него есть свои я, это я просто опыт такой показываю. Вот это вот, я люблю вот это, вот это вот, люблю поспать, вот это я смотрю, что нравится архиерею. Дух Божий веет на ноды, Дух Божий не может проходить здесь, ему это, Дух Божий только тогда идет, веет, когда все склонилось, перед преклонностью всякое колено небесных, земных и преисподних. Вы бесталантные, поэтому вам ничего не написать, не нельзя. Почему? Бесталантные, потому что, знаешь, как обижаются. А почему? Я говорю, где Дух Господний, там свобода, где Духа нет, а Дух Божий не может, так вот это тебе не нравится. Ну, ладно, Дух Святой пойдет тебя, он дальше вообще учить не будет тебя. Где Дух Святой веет, он отвечает как порог, что скажет Господь мой Бог, то я и скажу. Бог сказал, мне обязан сказать, пойти патриарх, пойти юроду сказать, обличить его беззаконом, сожить ей. Нравится, не нравится, голову отрубит, вот это и есть пророческое служение. А они не примут, а вот об этом тебе не надо рассуждать. Ответственность Бог берет на себя. Моя задача быть верным, быть верным во все. Поэтому, когда я даю книги, я в библиотекаре говорю, книги написаны именно так, где я в глаза людям не заглядывал. Патриарх это, батюшка ли родной брат. Я сказал все, что говорит Библия. А почему уверен, что вы правильно говорите? Да не я говорю Библию. Недавно епископы собрались и начали меня судить. Судить, конечно, подбирается под книги. А наш епископ Ивтихий говорит, это бесспешно. Игнатий сугубо православный. И книги его, они недосягаемы. Вам еще не сделать, я тоже вроде пытался. Они все на слое Божьем, на канонах стерковных, на житиях, на святых отцах. Отцу Акиму очень часто боятся священники, подкусывают. Вот он написал, он говорит, вначале в конце книг, адрес. Ну позвоните. За 10 лет ни одного звонка, за 10 лет ни одного письма. В епархии были. Я сказал, измерите самых злобных священников, самых ненавистных, ненавидящих меня. И вызовите меня, я перед ними представлю один. Я бросаю вызов вам. Вы за углом только шипите, а сказать еще не можете. На днях, ну прям на днях, вот может быть, недели две назад, отец Амсу Уморов. Книги там дал, куда читать или что-то. А те, библиотеки, или где он сказал оставить. У меня все без задоринки идет. А у него там, и она как церковь, а как то. И отдала. А в епархии стали исследовать. А кто же интересно с церковников ставил в мирских библиотеках быть сенсорами? Это вообще безумие. Это не теократическое государство, во-первых. И для... А почему именно не баптисты? Почему не адвентисты? Для государя мы все одинаковые, они законопослушные граждане. Они не понимают, что творят. И вот там держат, неделю, вторую приходят в библиотеку, говорят, ну книги-то принимаете или нет? Мои книги. Они говорят, епархию еще не отдала. Я говорю, так-то верните хотя бы мне книги. И, наконец, епархия его вызывает на ковер. Священники собрались. Не знаю, епископ был, нет? Епископ, кажется, тоже был. Ну вот он и гнает. Не могут назвать фамилию, Лапотников там называют. Ну хоть фамилию-то мог запомнить-то. Явно, что они или не считали, или мозги отшибло. Да вот, он говорит об одном архиереи неуважительно. Он говорит, а каком? Гробовое молчание. Ну где тут архиерея-то живет? Только в епархии. Ну вы, сколько у вас было? Пять священников. И вы пятеро все это с центрами были, да? Ну одного-то назовите хотя бы. Нет? Я говорю, знаю, это не серьезно. Настолько не серьезно. Даже разговаривать не еще. И на днях у него там храм во время Смоленской иконы Божьей Матери и архиерея-метрополит присутствовал в Константине и батюшка ему говорит, ну и как? Чего-то, ну-то никогда ничего не было. То есть ничего не было. Ни звука. Я это очень хорошо знаю. Десять лет это уже срок достаточно, чтобы прищищусь. Показать, что не православие. А наши архиереи говорят, это не удастся, это бесполезно. Вот. И поэтому где нет священников, мы отдаем книги по районам, везде, везде, как сказать, благополучная среда. И даем вот такие, вот чтобы раздавали. А берут ли? Берут, читают. Собрали священники и я с ними сижу недавно там, под Москвой. И говорят, вот скажите вы сами, вот это справедливо или нет? Думаю, что же они такое выкопали? Мы отдали книги. Нам их вернули. Игнатия Гривича Нинову ей считают, 8 домиков отдали. И сказали, в течение года ни один посетитель не взял. Все совсем. Ну, откроют, посмотрят, поставят и больше. Феофана Затворника вообще не считают. Говорят, а что вы давали? Называется серьезно. И что? Ну, вернули. Я был и тихий, я говорю, вчера все книги вернули наши. А Игнатия Лапкина считает и воруют, воруют книги эти. А воруют только те книги, которые с простом пользости, которые нельзя достать. Это однозначно. А что воровать-то если они везде валяются? А почему Игнатия Лапкина считают? И отвечают. Потому что у него, Феофан Затворник, у него Игнатия Причинина, у него все на приближенных сегодняшним дням. Они заговорили, а они не меняя ничего, сегодняшним языком к сегодняшним человекам. А вы этого не могли сделать. Тогда не извинитесь. Спрашивают, а зачем вам это нужно? Вот сейчас мы проехали, нам вот уже на полтора миллиона Матэка подарили. Я говорю, мой народ, моя страна, другого мне не дано. Мне это Бог дал, я отдал. Они прям тут же при нас скрывают сайт, заходят, и про нас забыли, что мы тут сидим. Мы говорю, бумагу надо подписать, они там залезли, а там море, 1300 тем. Тем. Там отдельно миссионерский отдел, с какой сектой, как беседовать в иконах о Божьей Матери, политика там. Там ну все абсолютно. Можно это достать? Можно. Вот только сюда зайди. Зайди, а у него щелкни, и ты уже на форуме. Мы пока другого способа как-то открыть людям образ Христа не имеем. Просто не знаем. Мы нашли вот такой способ. Привлекать библиотеки. Библиотеки этому содействуют, распространяют. Люди приходят, берут. Притом, бывают библиотеки на скудном пайке и говорят, могут даже закрыть. Но это уже конец селу. Я сразу иду в администрацию района, а у них там совещание. Я открыл дверь и вошел, говорит, простите, мне нужно сказать. Иначе он говорит о цели нашего приезда, как мы действуем. Я говорю, у вас есть представитель по связи с общественностью, есть. И он его тогда посылает и сделает на совещание, тут идет утреннее. Но по-хорошему улыбается. Он пришел, а я продолжаю, значит, библиотекарь, считатели пришли и говорят, 26-й том, его на руки выдавать нельзя, особенно журналистам. Они его уводят сразу. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Допустим, о революции, о семье, о родине. И на каждый вопрос, который мне задавали, 6 поэтов. 6 поэтов из 300-летний период. Я не сприваю, что без Евгения Тушенко я бы просто не одолел этот материал. За 20 тысяч Павел, ты должен был вот так вот молниеносный в голове крутить. Кратко даю аннотацию. Это 20-й том, это моя беседа с Александром Мениным. Их нет, и за миллиарды не купишь. Его нет, его убили. И сегодня мы ему задали эти вопросы, а может и другие. А я ему еврейские вопросы, и церковные, и возрождение церкви. Это был эрудит самого высокого класса. Ну, это и так понятно. Это было циклефедически выпарены буквально из этой среды человек. Глубочайшие его знания. Я не распользовался его словарями. И вот мы с ним беседуем, сейчас на беседе, дома сидим на магнитофон наворачиваться. В одном месте видно, как он вот так посыпил магнитофон. Ну, интервьюер у меня сегодня. Какие вопросы я там, был бы если патриарх еврей, как бы народ реагировал. Он сам еврей, я говорю. Я говорю, а что такое Мени? Он говорит, это рыба на лим. Такая скользкая. Вот. И, значит, просто в Баптисты едут так же, к нам приезжают по Теряевку, там миссионеры приехали. Я вышел, два солидных, толстых человека. Я говорю, а кто вы будете? Мы, Баптисты, отделенный советцерквей. А что? Ну, миссионерство. И что же у вас есть? Две маленькие брошюрки какого-то там, и все, иностранные слова. И два, кажется, диска, песнопения. Все. А я им подарил полностью Новый Завет, вот это полное толкование поколепиться Моца Геннадия Фаста, там, Гослава Божия не от Уз, еще что-то. И вот мы к ним туда приехали, откуда они, Табуны. Ни под каким видом встречи нету. Ты сама знаешь, с мамкиной, своей теткой, баптистской, даже телефон не дали при свитера. Вот тебе православие. Православие заговорило, и все попятились. Андрей Кураев его спрашивает в интернете, а кто такой Гнатья Лапка. Ну, у меня был книг, и все правы. Ну, и дальше Андрей Кураев. Его мнение, может, не всем понравится. Вот это один из самых ярких богослов современности в Сибири, и самый строгий критик патриархии, а они на него А какой патриархии бывает греческая, бывает там Московская патриархия. И отношение священности к нему имеет объяснение. Говорил он другие слова, по-другому бы относились. Это все. Андрей Кураев Лунный человек очень. Я о нем не раз говорил, и говорил, нужно сказать более строго, чем по отношению меня. Если так уже считаться нам, то перед ним виновен был я, но думаю, что считал это. Вопросы у вас какие-нибудь есть? На днях, когда у Романа были, встретились, а Роман пригласил этот племянник нашу, сестры моей, сын, и он пригласил 11 старообрядцев, 11, 15, 15 старообрядцев. А я сказал, меньше 10 будет, я не приеду, слишком далеко, и мы весь край, заканчивали край, перешли на Сибирский область, по всем районным центрам. Встречи со священниками, Даримон, сегодня отцу Александру я подарил Евангелие от Яна с римляными вместе, и второе, карманное новое завито псалтиру, синодальное, если вам нужно, я вам сейчас в этом только увезите. Все, мы разгрузились. Дальше, если знаете, кого отцу Александру я подарил, довольным, я уже с ним поговорил, поговорил, стоим на улице, раз со мной он светит, он уже не уйдет такой. Я говорю, какой твой рост? Метр шестьдесят четыре. А какой твой вес? Сколько-то? Я ему задумываю, ба-бах, двадцать семь килограмм лишнего. Тебе это надо? Я уже сколько раз пытался там и не ел, и все. Я говорю, и свет леса твой, не христианский. Святый описывает, какой-то, а что у тебя как морковка? Зачем тебе это нужно? О, главное, я его знаю давно, и он не обещивает, не обещивает. Не потому, что я ему много дал там чего-то, а потому, что он сам по себе человек. Да я вот не знаю, как что, я знаю. Я знаю. Четыре причины, почему человек толстый. Давай, загибай. Первое. Самое натуральное обжорство, лишние калории. А есть гормональные злины? Давайте, первое, пройдем сначала. Второе. Лишнее не переработает, потеть не будет. Третье. Я не закончил. Гормональные сбои бывают. Так я бы не закончил. Так на гармонии потом будете играть. Третье. Третье. Лишнее спанье, многоспанье. Днем, прилечь сальсаза. И четвертое, беспечно. Все. В голову друг другу четыре причины они из себя сделают медведя лежащего. Ко мне приходит в гости епископ Анатоний Васильевич. Я вам сразу как бы здесь скажу. У меня было два друга на институте мечи учились и потом на заводе работали вот уже на инженерной долгности. Один был такой плотного телосложения, а другой был совсем худющий. Этот худющий, он правда помер уже. Он помер по пьянке там, он лет тридцать с небольшим его был, тогда замерз. С худющим он так и остался. И вот мы придем в столовую рабочую, значит, плотный парень такой толстый брал одну котлету и не доедал. Я две брал, тот четыре, ему мало было. Вот и обжорство. Нет, это что, четыре, которые в котлету, я скажу, что лучше не брать ни одной. Ну, я просто говорю, я делюсь опытом. Я с этим соглашусь, тем более столовой рабочей. В Китае казнь была возведена в искусство. Они придумали разные виды казни. И одна из самых страшных была кормить одним мясом. А чего человек в страшных мужчинах умирал. Вот и все. Мясо. Почему Антон Павел Ищехов, когда у него брат был Павел Павел Ищехов, он говорил на всех, кто ест мясо, тупоеды. И он все это посмелился над ним. Я вот не ем больше 30 лет, вообще в родном миру, и никакой нужды нет. Раньше писали, такой журнал был, у нас такой, это журнал здоровья, а то был журнал здоровья мира. Это ЮНЕСКО, он выпускал. И писали, считается, или считали. А второе, в действительности, на 2 граба еще человеку нужны белки, нужно мясо. А теперь, в действительности, найдены целые народности, которые никогда, за тысячелетия, ничего мясного не ели. Вегетарианцы. Полные вегетарианцы. Я рыбу хоть ем. Так что тут, конечно... Это вопрос второсипедный. Да, вот второсипедный, правильно. Просто парень. Кто не ест, не осуждает того, кто ест. Отец Александр правильно, что ест. Говорил, что сделался толстым, как доминная пища. Там пришла о том, мясное или о овощи есть. Только об этом. А не о толщине. А о толщине очень много в Библии сказано. Написано, говорит, и без страха уточняет себя. Послание к Иуде. Без страха. Это страха никакого нет. Я вам, златоуз, говорит, слишком узкий уход. Что ты готовишься? Как будто мы в осаду в город собрался. И что ты столько наел? Тебе все, жертву хотят принести, как жирное животное? Нет, конечно. Златоуз высмеивал это. Да и все святые отцы, как мы знаем, какие были. Хотя это не главное. Но Саша вызвал. Были и толстые. Были и толстые. Какой-то оптинский старец был очень толстый. Я не знаю. Анатолий? Может быть. Может быть, да. Но они этому не радовались. А что, кто радуется? Это болезнь. Кому это радуется? Это ненормальное. Я хотел сказать, был дископ Антоний Масельнич. Он ко мне пришел в гости, а я на втором этаже жил на Никитин-то. Он пока поднялся, до поворота. А не на этаж все, второй этаж. Основелся. Я говорю, что? Не могу, а дышка. Я говорю, умрешь ты. Умрешь. Послушайся меня. Давай ко мне. Переходи. Я из тебя за месяц сделаю такого звонкого, тонкого и прозрачного. Вставать будем вместе, молиться вместе, питаться вместе. Он не пришел. В 41 год умер. В 41 год. Что? Ну, то же самое. Сердце должно накачивать каждую клетку. Накачай такое. Стали считать, сколько у него, кажется, 70 лишних килограмм. Ну, ты сам понимаешь, что это нереальное, чтобы сердце выдержало. Мы не об этом, как бы, говорим, но встречи наши должны всегда носить конструктивный характер. И мы после любой встречи должны выйти людьми. Вот когда мы бываем, мы другого метода распространять просто не находим. Раньше мы в каждый дом заходили, евангелие заносили, а потом людей собирали. И бывало так, все село обойдешь, пригласительное, с администрацией утвержденной пришел один человек. Вот там у нас есть Карабейни, попадая на крестный ход, и там монастырь, его считают центром духовной жизни Алтая. Это монахи тамошние так назвали себя. Вот у нас все заснято на виде. И вот мы встретились, допустим, тысячи человек населения. В воскресный день приходит шесть человек. Шесть человек, а монахов семь. Нормально? Мы прошли по деревне, нашли только два евангелия. А раздали только новых заветов у них, 450. Это пустыня одна. А что они говорят на это? Они говорят, да вот на нас были монахи, они верили себя так, там неадекватно, разные слова набирают. И поэтому в народе такое негативное отношение. Ну и что, что негативное? На меня такое негативное отношение строят священники, высказать нельзя. Но приходит время, она бабка прямо на паперке падает, за ноги хватает, заплачет, прости меня, мне противоговорили. Оказывается, все это обман, это неправда. Да баба, да брось ты говорили, наплевать да забыть, что говорили. Поэтому мнение человека меняется иногда в одну минуту, когда он от Бога получает озарение. Так говорят, не говорят, на это никакого внимания не надо обращать. Вот едем, и бывает так, заходим где-то в библиотеку, а она сразу, так это ваш сайт, там вот, библейский, я говорю, она, вы постойте маленьк, она побежала по этажам, всех работников собрала, буквально аудиторию, послушайте, кто к нам приехал, ну тут уж моя стихия, тут я разворачиваю, каждую книгу объясняю, один, если есть положительный человек, он может все буквально негативное смести. Ну вот так делаем, привозим, оставляем, получаем документ, что они получили, пищать, оставляем визитки, приглашающие в библиотеку, а еще бывает одно, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он говорит, университеты, институты исчезнут, потери не будет, столь велика, как потери библиотеки. Понятно, потому что и сами институты-то на библиотеке стоят, и побольше поставишь. Мы все-таки, когда отправлялись вот эти путешествия наши, говорили все время, у нас опыта никакого нет. Сегодня мы уже так сказать не можем. Все-таки позади нас практически 100 сел и городов, даже с прошлыми годами. Это уже что-то. Вот только нынче у нас было, получается 84, даже 85, считаю здесь. Вот оставляем все. Если у вас есть священники здесь, желающие иметь книги в библиотеках, так, Андрюшек, сходи, открой, там и ту папку мою принеси, которая воткнута, в которой все, ну в моем кармане, коричневая, желтая, ну коричневая, то у нас оставлены здесь, мы же не успели, только сегодня приехали, а у нас 20 экземпляров, 20 это в двух ящиках. Каждый экземпляр, один, тридцать, один килограмм. Если у вас есть такие, это не частные луки, это только для храмов. А для храмов у меня сегодня уже папочка набирается, в которых храмы оставляли, они рады, раскладывают, сразу разбирают, и походу... Богородица Российский монастырь библиотеку принесете? Возьмут. Ну вы принесите. Я с этим не разговаривала, с Иваном Ивановичем, а отцом рощу давала, и открытым оком. к истинному православию он передал, а этой не взял. Не взял. Последний вот этот. Не взял? Не взял. Он побоялся. У него так, что-то там давление. Вот так. Надо к отцу Кириллу. Вот, пожалуйста, Тумска, областная библиотека. Посмотрите. Мы поехали, нам вдогонку, в районе были, уже напечатали, уже про нас статью. Вот я остаюсь с книгами. Сейчас дам просчитать. Надо было, пока сидели, дать часа в четыре и сходить в монастырь. Вот рядом. То что? Пока сидели, часа в четыре, надо было с тобой дойти до монастыря. Чтоб ты поговорил. Вот такие оставляем. Если ваши собратья где-то по разным селам, где библиотеки есть, мы готовы оставим в банке, печать, расписаться и выполнить две вот эти строчки. Только две. Обязательства. Ну, они в обязанности входят. Если не трудно, вот это вот, прочитайте вслух, статью. Послушайте. Кого-то шрифт. Да, по-моему. Игнатий Тихонович Лапкин, знаменитый, знаменитый современный православный миссионер, основатель села общины Поперяевки, у нас на Алтаре, на этой неделе подувал Тагули. Встреча с интересным человеком всегда в радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел, а ты еще долго размышляешь, вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многом. Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог за гробная участь, рай и ад и смладенчество. Занимался исследованием Слова Божия почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме за то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу и там каждый день, каждая минута дороги для него как последние в жизни. Встает 4.30 утра, молится и заработает. И так каждый день. Истал 38 книг. Кто был, Литогул, не знаю. Игнатий Тихонович приехал по делу подарить свои книги библиотеке. Сумма довольно приличная, но только одно условие у автора, не препятствуя чтению его книг пользователя библиотеки. Точно такие же книги получили городские и сельские библиотеки Края, Кемеровской и других областей. Оценить по достоинству произведения автора можно в библиотеке имени Щебаевского. А вот, пожалуйста, благодарность патриархии. Смотрите, какие бумаги еще есть. Денис звонил. Ты ведь насчитал 16 районов, а Кенровский район туда, говорит, зимой, Урал, говорит, только не каждый проходит. А летом вообще, говорит. Ну, мы-то никуда не можем. Да он прав. Нет, а он, говорит, если, говорит, сервисная книжка под собой, то есть здесь можно будет. Это нам сказали, но все-таки сказали, лучше вернуться домой. Ребята, советуйте, не горы все. По сервисной книжке они могут. Но речь идет об обмене грузовика полностью. И вот мы где были, вот посмотрите, это только часть церквей, которые получили книги. Главный, главный, главный один. Денис, ты разговаривал, дома был, а сейчас он с Молчанова выехал, едет. Вот где, смотрели, куда вы хотели ехать, он уже оттуда сейчас. Значит, 51 район и небольшие города Алтая прошли. Куда вы, в какие села-то собираетесь? В какие села собираетесь? В какие села? Ну, вот сейчас. Сейчас? Ну, мы сегодня по карте посмотрели, все районы центра Томская область. Но застущал у нас кардан, вот видите, пришелся нагружать. А вот первая библиотека страны теперь имеет имени Ленина. Вот. Сегодня мы были юрга, это Кемеровская область. Вот это вот считается вторая позначенность библиотека страны и историческую библиотеку Российской Федерации. Вот. Третья у нас здесь есть. Сейчас я покажу. Вот посмотрите. Рязань, Штуб-Карантай, Красноярский край, Москва, Москва, Парламентская библиотека, Госдума. Это если они на ее все-таки наткнутся, им есть что там будет посчитать. Самые большие библиотеки, какие я видел, видимо, я сегодня так подумал, это Тюменская. И очень большая здесь. Здесь хорошая библиотека. Ну, посмотрите. Ну, Кушкинская библиотека. Вот это Тобольска. Вот это огромное. Это Омск, Тюмень. Ну, хороший вот. Писать одно свидетельство по большим городам. Теперь, когда это бывает, это мне нужно вызвать доверие, что книги не экстремистские. Показания давно экстремистские, экстремистские. Да. Книги не к счастью, экстремистские книги не засчисляются. Все они находятся в библиотеках страны. Ну, и если бы благополучно было, вот, видишь. Здравствуйте. Батюшка, идем-ка сюда со мной. Съемка не прекращается. Давай. Вы можете без съемки что-нибудь делать? Или все только со съемкой? Да, пусть снимает. Пойдемте сюда. Я вам сразу покажу, а то я уйду и бумагу дам. Мы по телефону тоже поговорили. Для его... Снимаем. Вот, смотрите. Вот здесь вот, только мне надо ручку дать, чтобы я расписался. А вы там поставите в учреждение печать и что вы выполнили? С вашей стороны к выполнению подлежит две строчки. Так. Издатель СИХ. И указать учреждение, область и все. Возьмите. То есть это все библиотеки фактически. Основные библиотеки страны у меня уже здесь получили одинаково. Я сейчас показывал. Вот Томская областная библиотека. Подожди, какое. Такое же самое. Вот их печать. В городскую иммунию спели с машиной. С машиной у нас не лады. Мы разгрузились и уезжаем на реке завтра утром рано. Ну-у. Сказали, сервис может и здесь. Но представьте, деталь-то когда 60 тысяч. Ну да. Нам вообще не по... Это даже говорить не надо. Посуда зайдите, я покажу вам. Водители-то разные. Водители-то разные. Пошел, пошел, номер первый. Я большой взял. Большую взял. И вот это вот большая по размеру. Месяц они составляют комплект. 38 км. Вот они отложены. И вот они. Это 31 кг. Размер полки метр сорок. Если у вас в каких-то церквах или в районах будет возможность, я оставлю бумагу, точно так же поставить печать. У нас есть диспет. У вас, у кого-то нет. У знакомых, там близких. У кого-то нет. Я уж это самые многие и раздавал. Но вы имеете в виду, я оставлю. Я оставлю здесь бумаги. Ну, через судьбу, значит, да. Ну, вот пока мы ничего лучше не придумали. Ну, батюшка, мы убедились. Встреча, где была с дектантами назначена. Какой на них страх находит. Все руководство, категорически, никакие вещи, где запрещаете, что даже ни одно слово не будет. А одни их там приезжали, мы их отдавили такими дарами. И к ним же приехали, даже нас точно не пошли. Все-таки православие великие силы есть. Даже о синейке, а Алифтина там ее сестра, даже не было адрес телефона. Что-то говорить. Тут уже все проверено. Когда я первый раз разослал, то ответ пришел вот такой вот. Сменсервного нет, приобрести не можем. И тогда я принимаю решение. Ну, это все одинаковые. На голодном пайке держим. Но когда говорят, что это вот бесплатно, то нужно сказать, выявление очень большое вызывает. Они ухнута нам. В такую дыру заехали. Когда у вас какие-то там связи, ну, показываю, это впечатляет, как и парламентская библиотеки страны, то есть понятую, поемку все. Но за Москву не заходили. У нас же мысль была такая на следующий год. Зимой тонн 8 туда 7 послать в центр России, а весной туда приехать. Весной начать работать, чтобы посередки было между Молдавией и Москвой, между Питером и Одессой. И оттуда начать как будто привезти туда потеряю. И так начать так же, как и города обходили. Мы до Байкала зашли начали. Господи Англии. Вообще положение очень хорошее. Там, где знакомые есть священники. Даже вообразительница. Собирает людей. Люди ждут жажду. Сейчас другой проходит. Кажется, главное положение. Сами все себе снимают. На видео я стою. Саша продолжает. Ну, мы работаем. Мы не знаем, чем и как. Это все еще воевающее вещество будет. Мы пока, говорят, на ноль, на ноль. Но мы видим, просто видим результат радости. Даже то, что мы живы. То, что приехали. И тут и идут сектанты. И друг православные. Где вы были раньше? Все один тоже вопрос задают. Ну, приходите ко мне на службу. Я вам дам слово. Да я просто знаю вашу зуборку. Слово. Хотя, говорю, был у этого. Я вам приготовил стихать. Я говорю, я не говорю, уже два года проходит. Ну, я же народ прибудил. Я говорю, за обедом. Будете, я тогда скажу. Но в храме была такая обстановка. Я ему записку послал. Батюшка, у вас необычная обстановка. И я готов выйти. А там был священник. Я так хотел, чтобы вы сказали снова. Ну, Господь так все отстроил. А если настороженный бывает. И сегодня мы были священник сам настороженный. Видно там. Дальше все больше, легче. Лесо разглаживается. И провожает. И расставляет. Личное общение, оно не заочное. Сейчас я здесь оставлю. Мы внезапно изменяем маршрут. У нас поломка обновлялась в машине. Это настолько для нас, во-первых, и неожиданно. Я царомана привел. Батюшка, а если я вам дам пригласительных таких, примите? Вы не захвечете это читать. Конечно. Посмотрите. К вашей библиотеке приближет людей. А где, в самом моменте, не вынесли? Вторую не вынесли. Когда отец Микам куда-то прошел, я думал, он пришел. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Свои девчатки. Нам все заняты? Нет, нет. Александр Руссов. Я вот сам. Паша, спасибо. Ир, вам кто? Барежка? Я просто диакон. Игнатий Лапкин. Да, нас пришли. А вы с кем приехали? Я один. Как я сейчас, батюшка, выходит с книгами. Да. Вот. Большой и маленький ящик. Это 38 книг. Ну, что, батюшка? Благословая пригласительная православная книга. А. Потому что много будут знать, больше будут посвящаемость. Я скажу, что книги эти есть, которые очень сильно влияние на защищенных имеют. Прямо меняются решительно. Но все оправданно. Если одна, душа покажется. Так, бумагу я вам дам. Вот, сюда поставьте, чтобы круглую печать поставили. Четко, ясно написать. Кто берет, расшифрованное в посте для всех корейнического. А прислать у тех, кто тут наши дедушки. Так, мы уже тут разговаривали. Вновь пришедшие. Может, у вас какие-то вопросы есть? Я пока хотела бы просто послужить. Благословая, все поближе, будешь перевозчиком у меня. Перевозчиком, я что-то по-русски говорил. Я кое-что не слышу. По-русски говорил, в чем мы перевозчиком? Ну, а как по-русски? А знаете, я когда в суде в суд шел, то все время рядом сидит со мной человек, который к судебным делам дела не имеет, чтобы вас зашить власть мужчину. Не трамится. Бывает там служба-перевозчик, а мне просто нужно рядом, чтобы было. Созвать все шепотная речь. А в Волгограде вы проезжали, нет? Нет, не проезжали, это ниже. Если только Господь благословит, задумка, то пока задумка. А там в Волгограде, интересно, вот храм, я сейчас забыла. Мы так пришли, вот интересно, вот им отдали, как был этот, не храм, а как бывший дом культуры. Ну, почему-то там вот не на восток, получается, алтарь, а на запад. И там пошло разделение, то есть, вверх, прихожан. Тут они стали ходить. Можно так, или вот? Синяя-щернела. То есть, синяя-щернела. По Чаевской лавре там один храм в одну сторону стоит, в другую сторону. То есть, это не важно, да, что делать? Ну, не то, что не важно. Традиция на восток строить. Ну, приблизительно, туда-сюда 30 градусов считаем. А там просто, вообще, просто вот все. Ну, у меня подруга осталась там, собственно, для паповой общины. Мы шходим, вот, и как уже и батюшка. Это не самое страшное нарушение. Откуда посчитал, что вот это вот. Видите, когда ссылаешься на современного какого-то мыслителя, проще, оно более звучит так. Но в глазах Божьих это может быть и не авторитетом. Православные не приучены за авторитет считать слово живого Бога. Вот это не просто беда, а смертельная беда. У нас нету осмысления того, что заложено в Слове Божьем. Мы просто привыкли, даже в аптисе считающие. Говорит, один прочитал, другой тому исказил, слова выпустил. Так и идет. Вот, вспомните, самое большое в мире искушение было не человека, а человека Бога, Бога-человека, Христа. И Сатанат приступил с тремя вопросами. Достоевский их разбирает, братья Карамазов. Это все искушения мира соединены были в эти три вопроса. Это власть, авторитет, чудо. Теперь начинает чудо. И на каждое искушение Христос говорит, написано. Написано-то, написано, но ведь живой-то ты, Бог, пришел. Зачем ссылаться написано-то? Но он говорит, написано, Христос цитирует, а нам нужды никакой нет. Христос, ну, скажем так, в диалоге с Сатаной цитирует трижды. Нападки Сатаны отпадают сразу трижды в Священное Писание. Почему? Меня это очень тронуло в первые годы, когда я обратился. Я стал искать ответ. И постепенно я пришел к неутешительному выводу, что мы не ощущаем так Слово Божие, как Сатана. Вот в чем дело. Мы играем Словом Божиим. Вот еду я в вагоне, ну, в трамвай, и написано. Не хлебом, а одним жив человек. И огромное блюдо, и колбаса, и они рекламируют. Ну, вообще-то подходит не одним хлебом. Но они говорят, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Они это обрезали, но и в самом деле колбаса неплохо, тем более хорошая колбаса. Но ты подумай, куда ты Слово Божие употребил? Как ты будешь отвечать за это? И вот у нас должно быть осознание, что что-то там происходит при произнесении этих слов. Я нигде не считал об этих размышлениях. Просто я на молитве стою и молюсь, а потом размышляю. Я самые главные мысли, стихи, я все получаю на молитве. Вот когда молюсь, и в это время у меня раз строка. Я от молитвы отвлекусь и строку напишу это начало будущего стихотворения. Скажут, Нина, нельзя так. Ну, нельзя, но у меня именно так вот есть. Я кончу правила, на чем считал, и строка появится. Я заново начинаю читать эту молитву. Но эта мысль, когда я закончу, посмотрю, она от меня не ушла. И на ней я тогда строю полное стихотворение или проповедь. Она пришла во время молитвы. Если у тебя опыта вот так нет, у тебя суждение надо, у меня однозначно. Это от Бога. И когда сегодня я считаю свои стихотворения, которые таким образом написаны, а все они по 9 куплетам, я с таким удивлением считаю, первый раз их вижу. Я как будто бы никогда не то что там не писал, а все-таки 9 куплетов, 36 строк, 36 законченных фраз. Я будто первый раз вижу. Я считал, что был священник такой, музыкант, Вивальдер. И он позволял себе такое, когда ему эти фунги приходили в голову, то он облокачивался здесь, и он полтора лет писал, папе доложили. Инквизиция. Но папа буду рассудил. А они все эти поэты и музыканты, они вот с такими вывихами, поэтому простите его. И благодаря папе мы имеем сегодня прекрасное произведение Вивальди, духовного содержания. Я не Вивальди, я не поэт, отнюдь. Но вот это именно так. Я сегодня рассказывал, как ко мне обращаются, что он помолился там Португалия, Англия, Америка, Германия, страны, страны, страны звонят. Почему? А мы слышали, там слышали, что вам Бог отвечает. Как Он отвечает? Ну вам конкретно, что у нас все? Я вот молодая вышла замуж в Италии, Анна звать. Я не знаю, выезжать мне или не выезжать. Сейчас, видимо, муж умер, и что дети неверующие все. И мне тут делать нечего. Что вы скажете? Вы могли бы помолиться? Мог бы, но у меня правило такое. Я раду правило. Вместе начинаем молиться одновременно. Это три святоя и сто поклонов. Все расписал. Будем молиться не меньше семи раз в день. Проходит два дня. Она, ну и ответ какой? Ответа Анны нет пока. Через неделю опять. А ответ есть, а ответа нет. А почему? Я такой вопрос не задаю. Это Бог. Проходит месяц. Она снова, а Бог что-нибудь сказал? Бог молчит. Я только ответил молчит, встал на молитву, и Бог ответил. Я сразу ей говорю, Анна, ответ получит. Какой? Ну, она думает сейчас ехать и не ехать. Это одно интересует. А я ответ-то не так получаю. У меня как бы высвечивает фраза Священного Писания. Что это Слово Божие, в этом никто не сомневается. Но что именно оно к этому месту, вот это я упрашивал у Бога. Остановил мой разум на каком-то месте Писания. И потом остановился на том, о чем я не размышлял. Я его сразу место-то, я его писал и посылаю. Вот теперь, Анна, бери этот стих и иди к батюшке, у которого ты вспоминешься. И помолитесь, и теперь с ним начинай молиться. Я буду помогать. И какой тебе духовник даст совет, выполни его. Ты не слушай Бога. Как, батюшка, подойдет так? Нормально, по-православному. Но с той стороны у нее подвижки больше не было ни разу. Я не знаю, было ли не было. Но от меня она уже отошла. Я спокойно, потому что я просил ответ. И у меня ответ всегда божественный. Почему? Он не мой. Он из Святой Библии. И когда его получали, у меня внутри такое ликование, как будто бы какая-то вспышка, озарение. Я не могу не объяснить, даже друзья, вообще-то такое радостное. У тебя еще случилось. Ответ получил. И этот ответ, когда люди начинают выполнять, он благотворный во всех отношениях. Это Бог так делает. Я не знаю, как было у святых. С ними разговаривал. Серафим в средние три ночи молился, и вдруг Бог заговорил. Как? В шуме тутовых деревьев, как у Давыда. Или гора прогрохотала, как у Серафиона, там этого, Марка Фращевского. Я не знаю. У меня просто мысль останавливается на Священном Писании. Я начинаю спросить, Господи, а не искушение, не сам ли я это придумаю. Оставляю на размышлениях. После этого прошу еще кого-то. Начинаю молиться, бывать с постом. Ответ один. Непрерывно ответ Божий. Ну тогда надо мне размышлять. Мы не толкуем его. Мы ищем ответ в самой жизни. И вот у нас, вот сейчас это случилось вот. С машиной. От Бога или не от Бога? Как сказать? Вот первое я вижу, что если бы не сломалось, то с вами мы бы не встретились. Вот первое. Вот этой встречи не было. То, что я вам сейчас даю, я бы этого не дал. Дальше мы не договорили, а я уже рванулся там, по вашим этим топим. Томским поехал. А вот и Господь остановил. Груз мы разгрузили. Мы практически ничего не теряем. Можем дойти своим ходом. А дальше где-то кто-то что-то ждет. А где как? В этом путешествии у нас было, и притом не один раз. Какой-то непредвиденный случай. Наткнулись там, пропорола где-то. А после этого начинается встреча с людьми, которые связаны с ремонтом. И началось свидетельство. А я бы прошел мимо. Как в тюрьме. Я бы никогда не встретил этого следователя, если бы я не попался. Но вот этот следователь принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы меня постоянно вызывал. И все спрашивал о личной жизни. Обо всем беседовали. Потом мы с ним перезванивались. Он пошел на пенсию. О, дорогой мой. У него другого не было. И после, когда он отошел уже, я же ему спрашиваю, как умер по-христиански. Что на него поверяло? Наши беседы. Я не знаю, но беседы были прекрасные. А туда не проберешься. Потому что это тюрьма. А где тюрьма это? А где тюрьма это? А где тюрьма? В Варнауле. Где, если где? А следователь это тот, который обыск делал? Да. Вот этот следователь? А? Да. Который обыск делал? Вот там. Он стал христианином. Вот так. Ну, каким христианином? А только он мне сам говорит. Я принял крещение. Я показал, где полное погружение. Он поехал туда. Ну, вот так. Я его больше не видел. То ли уехал и увидел. Но он это успел мне сказать. Вот. Понимаешь? Это надо видеть. У тебя беседую с директором книжного издательства. Ну, он слушает. А сам свое. Ну, вот коснулось его крестить внука. Он пришел в храм. Они там быстренько спровояли чашку воды. Он говорит, подождите. Я ведь слышал, что крещение должно быть полное погружение. Ну, это, знаете. Я знаю, знаю, говорит. Это надо ждать. Я подожду. Они наливают воду. Вода холодная. Это надо подогревать. Не подогревайте. Если нужно, подогрейте, пожалуйста. И покрестили как положено. Это я все от вас взял. А когда я говорил, я даже не подозревал, что семя там уже дает роски. А он директор огромного издательства всех газет Алтайского края. Вот и все. Мы не можем ждать сходов и урожая в один день. Как Богу угодно. Вот. Поэтому нам, конечно, печально, что там случилось. Но в то же время мы благодарны Богу. Мы остались живы. Я пойду домой уже. Пойдешь домой, да. А подожди, я тебе покажу одну деталь. Она стоит 3,5 тысячи рублей. Пешком что-ли-нибудь. В кармане. Вот, посмотри. В горах, подпрыгивал автомобиль, пробило все, и мы едва не погибли. Пришлось заплатить 3,5 тысячи. Полностью поменять. Это история. Тысяча машин. Но она именно к нам подлетела. И именно в тот момент, когда он стал тачком, нашу машину подбросила, и она ударила его. А там кидала и кидала. Вот и все. Посмотрите. Нам обошлось, что там, что есть, полная тысяча, но нам даровано жизнь. Мы два раза больше приспособили. В буквальном смысле. Сантиметр может быть. И Бог усмотрел, что мы приехали в Томск. А уж как Бог усмотрел, дальше не знаю. Видела? Ну, видела. Ну, пока не виделись. А дальше как через это? Я даже только не запомню. Мы ехали с трезвым шофером, а мы ехали по тому месту. Пьяным шофером. В командировке с афографом. Люди заехали. Заехали к пасеку. А он угостил и дал ухо. Шофера посадили и поехали. Друзья, есть такой рассказ один. Как батюшка оказался в аду. Я вылезла, говорю, все, ребята. Умерли. Батюшка оказался в аду. А шофер, который не трезвый был, оказался в раю. Знаешь, когда спрашивают стали. Говорит, когда вез шофер пьяный, все молились в автобусе. А ты, когда службу вел, все спали. Это со спички, когда ездили куда-то, ездили. Гриша рассказывал. Автобус, помни?